Водное погружение под названием Твила В Библии данного водного погружения вы не встретите. Оно связано с иудейской традицией. Причем эта традиция времен второго храма, эта традиция нашла свое отражение в Талмуде, и эта традиция сохранилась до сегодняшнего дня. Твила. Иногда погружение Нового Завета называется в некоторых общинах также твила. Твила – это погружение. Посуду тоже погружают. Делают ей твилу. С посудой тоже самое делают. Есть, в общем-то, одежду тоже. А иногда люди. Поэтому обряд очень простой называется твила. Обряд, завершающий процедуру обращения в иудаизм, который называется, на свою очередь, как геюр. А такие люди называются геры. или в синодальном варианте греческий слово было использовано. У нас в синодальном периоде используется термин празелит. Это греческое слово. То есть, празелит или гер – это человек из язычников, обращенный в иудаизм. Понятно, да? Суть понятна? Кто такой герб или празелит? Да, одно и то же. Только одно слово греческое, а другое – гер – это гер, просто гер. А обряд – геюр. Обряд геюр, обращаемый, называется гером. Были великие геры. Так, это хорошие слова. Мойл – это кто у нас? Бритмилу. Нужно для себя понимать. Я стараюсь подбирать слова. Если вы обратили внимание, я сказал обряд завершающий. Но я не сказал, что это все. Начинающий – бритмилу, а завершающий – твилу. То есть, для мужчины в начале совершается бритмилу, когда заживает крайняя плоть, совершается твилу. бритмилу. 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 Два разных слова. Обрезание. Бритмилу – это обрезание. Итак, начинается для мужчины с бритмилы, заканчивается твилой. для женщины все начинается и заканчивается обрядом твилы. Понятно, да? Обряд бритмилы над женщинами не производится. Здесь вопросы есть? Вопросов нет? Хорошо. Итак, форма гиюра на сегодняшний день сильно отличается от формы гиюра времен второго храма. форма гиюра описана нам в Талмуде, вавилонском Талмуде. Евамот, 47-я глава. И будет выглядеть приблизительно так. И нужно понимать, что на тот период этот обряд гиюра был принят всеми раввинистическими авторитетами до времени завершения Талмуда. Евамот, 47-я глава. Учтите вавилонского Талмуда. В курсе, да? Что их два, они несколько отличаются. Есть Иерусалимский Талмуд и Вавилонский Талмуд. По структуре они похожи, Вавилонский чуть больше, потому что он писался дольше, Иерусалимский он меньше, соответственно. Нужно понимать, что в разные времена авторитет Талмуда он менялся. То был более авторитетный Иерусалимский, то более авторитетный Вавилонский. На сегодняшний день в общем-то такого особого различия нет. Ну, просто если вы будете совершать эти поиски, лучше вам искать в Вавилонском Талмуде вот в этом трактате. Итак, учили мудрецы. Если кто-нибудь приходит и хочет совершить гиур в наше время, ему говорят, ну, это в то время, понятно, да? Что-то такое увидел, что пришел совершать гиур. Разве ты не знаешь, что евреи в наше время скорбны, притесняемы, несчастны и загнаны и уделы беда или беды. Если он говорит, я это знаю и все равно готов совершить гиур, то его принимают немедленно. Ну, если вы слышали про современный гиур, то вы знаете, что немедленно вас никто принимать не собирается. Тогда это было несколько иначе. Его принимают немедленно, сообщая ему некоторые легкие заповеди и некоторые суровые. И также сообщают ему наказание за несоблюдение заповедей и сообщают ему и награду соответственно за соблюдение. И не входят в подробности и не умножают речей. Если он принял этого, его немедленно обрезывают. Понятно, да? Человек приходит и говорит я хочу. Не, 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 не иди. Сообщает ему некоторые тяжелые заповеди, некоторые легкие. Ну предварительно узнает. Слушай, ты же не знаешь, что будет плохо, если ты станешь евреем? Он говорит, знаю, все равно хочу. Ладно, вот тебе некоторые тяжелые, а некоторые легкие. И учти, если ты не будешь соблюдать заповеди, тебя накажут, но если ты будешь соблюдать, тебя ожидает награда. Согласен? Согласен. Вот теперь милости просим. Совершает ему обрезание, и когда он излечивается после обрезания, его немедленно погружает в Мику. Два ученых человека стоят рядом с ним и сообщают ему некоторые легкие заповеди и некоторые суровые. И цель погружения в Мику это не физическое очищение от грязи. Еще раз. Обычно цель погружения в Мику это очищение нечистоты. Ритуальный обряд. Но в этом случае ему говорят, послушайте, это обряд ритуальный, но смысл его абсолютно другой. понятно, да? О, это хороший вопрос. Гер изменяется, пройдя божественный процесс очищения, и когда он погрузился в воду, он вышел из нее, сразу становится евреем во всех отношениях. понятно, да? Да? Это обряд завершения обращения. публичная декларация веры чем было вышло считаете что водное погружение это не публичная декларация вашей веры мы будем мы будем проводить в общем-то достаточно серьезный параллель между твилой синайского завета и твилой нового завета потому что вы увидите некую часть очень интересную что значит бритмила на теле у мужчина знак чего завета и так бритмила на теле у мужчины обозначает знак завета но достаточно ли этого знака или нужно еще публичное подтверждение ранее принятого решения с точки зрения иудейской традиции мы видим что необходимо публичное заявление о своей вере когда совершает бритмилу вы знаете немного людей при этом присутствует ну когда мальчику маленькому там много могут быть там много людей присутствует а когда взрослому мальчику то туда много гостей не приглашают почему кто задал этот вопрос подойдете я потом вам отвечу и так но на обряде твилы уже присутствуют люди там мужчины по крайней мере присутствует два человека которого погружает и он декларирует свою веру то есть это обряд в котором принимают участие мужчины женщин туда не зову понятное да но мужчины они присутствуют они видят все это это публичная демонстрация а ранее принятого решения понятно все понятно подтверждение завета знак завета у него уже есть но еще нужно подтверждение публичная декларация ранее принятого решения ранее заключенного завета свидетельство перед всеми понятно да смысл понятен знак завета есть на теле но евреи говорят подожди это еще не все мы хотим чтобы ты публично заявил чтобы это не было тихо так чтобы кроме тебя еще кого-то это больше никто не знал послушайте иногда мы такие верующие что ну никто с рядом живущих не знает об этом это проблема это проблема если вера не имеет публичного исповедания это проблема понятно да смысл понятен учтите мы же еще как вы догадываетесь не приблизились к новому завету да и так является ли бритмила синайского завета вхождением завет авраама еще раз услышьте меня согласно 17 главе книги бытия авраам был дарован завет обрезание вы помните что в 15 главе всевышний заключил с авраамом завет в 15 главе в 15 главе не в 17 вы читаете 17 главу а я говорю про 15 главу в 15 главе всевышний заключается авраамом завет и при этом за обрезание вы не услышите ни одного слова но в тот день он заключил с ним завет далее мы видим завет 17 главы где уже было даровано обрезание понятно да здесь все понятно окей теперь мы видим бритмилу совершаемую над верующим из язычников которые решают обратиться в иудаизм возникает вопрос какому завету относится это бритмила относится это бритмила к завету авраама или не относится это бритмила к завету авраама я еще раз повторю вопрос да или нет все мне надо очень быстро нет почему окей дальше да нет окей не важно да нет не мучайся тут же 50 на 50 еще раз быстрее ну да вместе со всеми будем ошибаться какая разница итак еще раз вопрос мы видим бритмилу в завете 17 главы дарованной аврааму здесь мы видим также обряд бритмилы который совершается уже но не над младенцами он совершается над взрослыми людьми которые решают присоединиться к народу Израиля принять на себя обязательство завета Синая стать иудеями так вот вопрос это обрезание отождествляет этого человека с заветом авраама или нет да нет еще раз да нет ну быстрее да я вам объясню в популярной форме так что было понятно и я вас долго не мучил если бы я знал что вы знаете я бы вопрос не задавал это понятно вопрос задается для того чтобы вы очевидно задумались над тем что вы не знаете и в данной аудитории как вы уже поняли присутствуют люди которые могут сказать да и могут сказать нет отлично окей у нас есть ряд людей которые сказали да и ряд людей которые сказали нет не важно что вы теперь скажете спасибо большое стоп-стоп-стоп я прошу прощения в какой части я вас попросил аргументировать свое мнение причем я вам скажу точно как вы думаете у тех людей которые сказали нет есть аргументы отлично какие-то соображения аргументы ну что-то есть у них и у вас я понимаю тоже они есть аргументация у тебя есть то что да отлично давай мы возьмем дадим тебе возможность реализовывать причем я предупредил 17 глава книги правильно молодец только для кого оно дано как там написано для кого для Авраама его потомков и рабов купленных за серебро другими словами не для всех желающих или там написано для всех кто пожелает понятно о чем идет речь еще раз только медленно завет Авраама был закрытым заветом он распространялся только на прямых потопках Авраама и рабов купленных за серебро больше ни на кого добровольно войти в этот завет было невозможно да но ты на кого имеется ввиду если у тебя будут потомки это будет кто твои подсказывают дети внуки правнуки но это будет все что родилось от тебя тебя а на моих потомков будет распространяться купленных за серебро на моих потомков да а на моих будут нет наверное или нет там написано нет наверное так друзья мои не тратим время давайте будем серьезными послушайте сюда внимательно внимательно он говорит о а он говорит о ком аврааме и его он говорит здесь еще есть пацаны которых купили не которые захотели не было таких ребят я не знаю может вы встречали которые приходят и говорят слушайте вот я тут свободный человек купите меня в рабство за серебро деньги можно дать мне а я буду принадлежать вам то есть деньги опять ваши понятно нет условие оно распространялось даже не на всех рабов оно распространялось только на рабов купленных за серебро все понятно они входят вот сюда они принадлежат потомкам кого теперь есть веселый парень он не входит в это число он может примкнуть сюда нет это закрытая штука она распространяется только вот на этих и на этих больше ни на кого все кто не вошел в это число этот завет на них что обряд один и тот же отождествляет с двумя различными заветами новый завет говорит послушайте погружение нового завета это не плотской нечистоты омытии а обещанию другими словами написано смотрите ребята очень похоже очень похоже мужика погружают куда в воду но это не миква это погружение нового завета здесь погружают человека это миква ритуальное омовение для чего для очищения а здесь погружает его для обещания богу доброй совести результат один и тот же я бы этого не говорил результат один и тот же или разный это относится к какому завету синаинскому это какому и говорит смотри кутузов не перепутай выглядит одинаково а результаты разные и относится даже к разным заветам ребята погружались Иоанново погружение погружались в Иоанново погружение в воду погружались Приходит апостол, говорит, не-не-не-не. Говорит, во что вы крестились? Янов погружение. Не, не подходит. Нужно погрузиться в погружение Нового Завета. Они говорят, подождите, ребята, уже приходил мужик, уже погружал один раз. В воду ж погружал. А вы куда будете погружать? Тоже в воду. А разница какая? Говорит, результат разный. Погружение, как бы, действие одинаково, а результат разный. Смысл разный. Здесь бритмила и здесь бритмила. Но эта бритмила отождествляет вас с Заветом Авраама, а эта бритмила отождествляет с Заветом Синая. Разницу не чувствуете, нет? И то бритмила, и то бритмила. А разница огромная. Просто два разных Завета. Если вы осознаете это, тогда вы понимаете, почему Ребе Шауль протестует против обрезания верующих верующих из язычников. И ни слова не говорит против обрезания еврейских мальчиков. Он говорит, да пожалуйста, обрезывайтесь. Когда он приходит в Ярушала, ему говорят, слушай, а тебя слышали, что ты учишь отступление от закона, что ты говоришь, что еврейских мальчиков обрезывать не надо. Говорит, я? Говорит, да обрезайте. Пожалуйста, я не против. Говорит, я готов подтвердить, что я и сам-то соблюдаю закон. Я, говорит, не против закона Моисея, не против обрезания еврейских мальчиков. Вы чего? Пожалуйста, обрезайте. Понятно, да? Почему? Потому что в этом случае Бритмила отождествляет их с заветом Авраама. А завет Авраама действует до сегодняшнего дня. Ну, условно, пока земля, тогда да. А вот с отождествлением с недействующим заветом есть некоторые проблемы. Говорит, а зачем вам отождествляться с тем заветом, который прекратил свое существование? Говорит, вы что, не в курсе, что с Синайским заветом есть некоторые проблемы? Он ничего не довел до совершенства. Есть некоторые сложности с исполнением его, и оправдание искупления через него не происходит. А вы же вроде оправданные искупления, то зачем вам отождествляться с тем заветом? Говорит, я тоже не вижу ни малейшего смысла, поэтому я против. А те отождествляются с другим заветом. Путаница заключается в том, что и там, и там присутствует обряд бритмилы или обрезания. И когда звучит бритмила, люди не различают, к какому завету относит бритмила одних или других. Для них бритмила и бритмила. Понятно? Ну да, что? Хорошо, мне потом объясните. За 7-5 минут перерыв. Важно для понимания, потому что мы разбираем один и тот же обряд, относящийся к разным заветам и разным духовным действиям, производящие разные плоды, но внешне выглядят абсолютно одинаково. Поэтому, в общем-то, мы так достаточно подробно и разбираем все эти вещи. Итак, понятно на сегодняшний момент, что это стало? Я еще раз спрашиваю. Понятно? Да. Иоанна, 7 глава, 22 стих. Иоанна, 7 глава, 22 стих. Маше дал вам обрезание, хотя оно не от Маше, но от отцов. Понятно, что мы читали на сегодняшний день, в общем-то, 17 главу книги Бытия, и очевидно, что это события, которые были немного раньше, чем появился на сцене исторических событий Маше. Иоанна говорит, да, Маше дал обрезание, но оно было еще раньше от отцов. И когда оно было от отцов, оно имело свой смысл. И когда мы смотрим в Совет Синая, мы видим Бритмилу, которая предназначалась для желающих из язычников присоединиться через этот обряд к народу Израиля, взяв на себя ответственность исполнять закон. Понятно, да? Но до этого Бритмила тоже кое-что значило, и то значение не упразднилось. Это понятно? Точно так же, как с появлением погружения Яханана или Иоанна Крестителя не упразднилось значение Миквы. Еще раз. Еще раз только медленно, понял. По глазам вижу еще раз. Итак, есть обряд Миквы ритуальное омовение. Приходит Яханан и говорит, ребята, я проповедую вам погружение покаяния для прощения грехов. Смысл изменился? И он, наверное, добавляет, вот того больше делать не надо. Нет. Он ничего не добавляет. Он говорит, я пришел вам принести вот этот обряд и наполнить обряд, знакомый вам, новым смыслом. Да? Но не говорит, что этот обряд отменяет тот обряд. Не говорит? Он не говорит ничего, что совершивший этот обряд, тот обряд уже могут никогда больше не делать. нету этого. И евреи, которые совершили этот обряд, продолжают с успехом совершать ритуальное омовение. Понятно, нет? Смысл абсолютно разный, действия абсолютно разные. И в общем-то мы читаем в 21 главе Деяния, что когда Павел приходит в Иерусалайм, он совершает очищение в соответствии с обрядом. Такимиква. Такимиква. 21. Нашли? Что написано? Взял и очистил с ними и возьми на себя издержки. За жертву. Все, очистись с ними и возьми издержки. За жертву. Понятно? Денег, дай. Все просто, денег, дай. Понятно, что такое издержки? Когда будут просить у вас деньги, поймите, это ваши издержки. Так, понятно? Отлично. Итак, отменяет один обряд другой? Нет. А почему тогда бритмила, данная в Завете Синая, должна была отменить бритмилу, данную Аврааму? Не должна. Вот и все. Смысл очень простой. Параллели очень простые. Понятно? Отлично. Смалкиваем под солба и переходим к погружению Яханана или Иоанна. И для этого мы разберем несколько мест в Писании, начиная с Луки 1 глава. Луки 1 глава 15 и 17 стих. Ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. И придет перед ним в духе и силе или, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорливым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленным. Это пророчество, которое дает Гавриил Захарий и говорит о начале исполнения другого пророчества, которое Всевышний дал Малахий в 4 главе 5-6 стих. Вот я пришлю к вам Илью пророка перед наступлением дня Господня великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я придя не поразил земли проклятием. Складывается? Гавриил в пророчестве Захарии о этом младенце говорит о том, что это исполнение пророчества, которое было сказано через пророка Малахи. Тут пока сходится все? Понятно, да? Понятно, для чего пришел Еханан? Смысл понятен, да? В ответ вообще тишина. Итак, Луки 1 глава 76 77 стих Луки 1 глава 76 77 стих И ты, младенец, наличешься пророком Всевышнего, ибо придешь перед лицом Господа приготовить пути его, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов. Пророчествует уже кто у нас тут? Захария? Но использует пророчество другое. Глаз вопище в пустыне приготовьте путь Господу прямыми сделайте в степи стезии Богу нашему всякий долг наполнится всякая гора и холм да понизится кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими и явится слава Господне и узрит всякая пласть спасения Божьей ибо в устах Господней изрекли это. Понятно, да? Это Исаия 40 глава 3 5 стих. И сам Яхананж говорит Я глас в пустыне исправьте путь Господу как сказал пророк Иша Понятно, да? Картинка понятна? Вообще читая Луку вы заметите как мало здесь говорится о всех народах кроме Израиля. Не обращали внимания? Читая Евангелие от Луки вы читали его преломляя его на все народы? Я что-то странное спросил? Нет, там контент еще не смотрели. Но вообще неплохо было бы по идее посмотреть что говорится вообще в Евангелии от Луки. Давайте глянем. 13 глава 1 главы Ангел же говорит ему не бойся Захария ибо услышана молитва твоя жена твоя Елизавета родит тебе сына и наречешь ему имя Иоанн и будет тебе радость и веселье и многие рождения его ибо он будет велик перед Господом и не будет пить вина и Секелия и Духа Святого исполнишь еще чрева матери своей и многих из сынов кого? подождите всех народов? Он говорит только об Израиле он говорит и многих сынов Израиля обратит Господу Богу и иногда люди когда читают сыны Израиля народ Божий они подразумевают в общем-то верующих Нового Завета но этого здесь нельзя по контексту даже догадаться об этом потому что Бред Ходыша еще не начался Нового Завета нету и есть только извините меня сыны Израиля и здесь иначе как о сынах Израиля речь идти просто не может это понятно и придет перед ним в духе и силе или чтобы возвратить сердца отцов детям о каких отцах и о каких детях идет речь да дальше мы видим печальную историю как ему пришлось немного замолчать хотя он дал тот же самый в общем-то вопрос Гавриилу что и в свое время спросил Авраам да дальше мы видим явление ангела еще одной еврейской девушки да и говорит господ с тобой благословен ты между женами она увидела его смутилась от слов его и размышляла чтобы означало это приветствие и сказал ей ангел не бойся Марии ибо ты обрела благодать у Бога и вот зачнешь в чреве и родишь сына и начнешь ему имя Иисус он будет велик и наречется сыном Всевышнего и даст ему Господь Бог престол интересно наверное евреи точно евреи отлично отца его и будет и будет царствовать над домом это над кем он будет над домом яхов вовеки и царствую не будет над каким домом представляете да яхов который на самом деле стал Израилем дальше смотрим и сказала Мария 46 величая душа моя Господа и возрадовался дух мой о Боге спасителем моем что призрел он на смирение рабы своей и отныне будут ублажать меня все роды что сотворил мне величие сильное и святое имя его и милость его в роды родов к боячимся его явил силу мышцы своей рассеял надменных помышлений сердца их низложил сильных с престолов и вознес смиренных алчащих и боящихся отпустил нищем богатящихся отпустил нищем воспринял кого ой не написано что воспринял всех а написано что воспринял Израиля отрока своего вспоминув милость как говорил отцам нашим к Аврааму и семени его до века странно нет дальше мы можем посмотреть на Захарию которая начинает говорить исполнился святого духа и пророчествовал говоря благословен господь бог что посетил народ он говорит не всех он посетил между прочим он посетил только народ свой и сотворил избавление ему это кому народу своему и воздвиг рог спасения нам это извините кто там был евреи в дому Давида отрока своего как можно это преломить на всех остальных как можно подумать по этому тексту что это касается кого-то кроме евреев как возвестил устами бывших от века святых пророков своих что спасет нас это кого извините меня от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас сотворит милость с отцами нашими и помянет свой святой какой завет с кем извините меня нету других заветов еще извините меня идет речь не о новом завете идет речь об исполнении пророчеств и обетовании предыдущих заветов которые он заключил ранее кратву которую клялся наврам отцу нашему дать нам небоязанно по избавлению от руки врагов наших служить ему святости правде перед ним во все дни жизни нашей и ты младенец наречешься пророком всевышнего ибо придешь перед лицом господа приготовить путь его дать узреть народу его извините кому это евреям спасение в прощении грехов он приносит новый концепт спасение в прощении и грехов говорит послушайте мы нуждаемся в прощении грехов в этом есть спасение если нам грехи будут не прощены а спасение идет речь нет удивительное пророчество Захария над своим сыном над своим сыном Захария пророчествует кому своему сыну он смотрит на маленького мальчика и начинает пророчествовать о том что обетования данные Аврааму исполнились что пророчество Исаии оно исполняется в этом мальчике для кого это все извините меня только для евреев и вопрос что было открыто для верующих из язычников по милости это только войти в исполнение обетования Израиля а им никто ничего вообще не обещал никому никто ничего не обещал кроме извините меня евреев завета не было больше ни с кем и написано в общем-то послание официально что все остальные были чужды заветов и обетований они были чужды это не для них было по милости бог открывает дверь спасения для всех остальных и не нужно считать что кто-то кому-то чем-то обязан потому что все остальные народы он спас из милости чтобы славили его ну вот вся задача всем остальным просто что делать что делать славить его понятно да ну да сказал один человек итак Яханам должен приготовить путь перед приходом Мессии или Машеха да и дальше мы видим служение этого мальчика Многие считали что он как раз и есть обещанный и когда он приходит вся страна еврейская выходит к нему погружаться от него нужно учитывать что этот мальчик совершает новое ритуальное действие вкладывая в известный им до этого обряд абсолютно новый смысл и нужно также помнить что он определенной властью обладал потому что он не всех допускал до исполнения этого обряда и некоторых он не допускал достаточно грубой циничной форме обзывая их различными словами и говорил что да ну вы знаете в общем то но вот удивительная часть Матвея 3 глава 14 14 стих иоанн держав его говорил мне надо креститься от тебя и ты ли приходишь ко мне и мы разбирали часть что еще точно не погружался иоанновым погружением потому что иоанновое погружение было погружением для прощения грехов погружаемый приходил к обряду с осознанием греха для получения прощения в грехах мы точно знаем что это не касалось 1 Петра 2 глава 22 стих он не сделал никакого греха и не было лести в устах его 1 Петра 2 глава 22 стих 1 Петра 2 глава 22 стих он не сделал никакого греха некоторые вчера допускали что может быть все таки какой то был но мы твердо уверены в том что не было не сделал да итак 15 стих но еще сказал ему в ответ оставь теперь ибо так надлежит нам исполнить всякую правду ну тогда Иоанн буквально сразу все понял и допустил его и 16 стих и крестившись еще точно вышел из воды и все отверзлись ему небеса и увидел Иоанн Духа Божия который сходил как голубь и не спускался на него аминь слава тут все понятно учтите что Яханан в общем-то был тем парнем которого послали это совершать для того чтобы явить мессию Машеха и он точно знал знамение которое он должен увидеть и по которому он должен узнать мессию понятно да увидел голубя ну он смахнул полцов бак и сказал ну все то для чего я собственно говоря и был послан свершилась именно поэтому через некоторое время он говорит слушай ты или тот или нам ждать другого вот сейчас мы как раз и пытаемся ответить на этот вопрос как раз мы пытаемся Рэбе ответить на этот вопрос что он там делал он очень жестко ответил так надлежит исполнить всякую правду есть некоторая правда которую надо сделать и мы здесь будем смотреть на образец новозаветнего погружения когда погружаемый подходит к этому обряду без осознания греха еще раз только медленно погружаемый подходит к обряду погружения не имея осознания греха понятно да если мы смотрим на обряд миквы то есть осознание нечистоты и нужда в очищении если мы смотрим на погружение Яханана то мы видим нужду в очищении греха осознание греха и очищение от греха здесь мы видим абсолютно другой обряд когда погружаемый в данном случае Ишуа приходит к погружению не имея греха не имея осознания греха не имея нужды в очищении и не имея нужды в прощении грехов модель понятно коренным образом отличается от всех остальных моделей принципиальная разница ни один человек до этого не мог приступить к обряду ритуального очищения омовения без осознания греха людям ежегодно напоминалось о том что не меня извините они приносили жертвы и через это им сообщалось друзья вы в общем-то кто после этого грешниц здесь мы видим Ишуа приходит и совершает некий обряд оставляя нам образец погружения в котором погружаемый не имеет осознания греха принципиальная новая штука которой раньше не было здесь пока все понятно отлично спрашиваем правильно у меня вопрос скажите пожалуйста в какой части я проводил параллель с Новым Заветом я сказал что он оставил некий образец для нас некий образец но мы еще не разбирали подробно погружение Нового Завета я правильно понимаю может быть немножко подождем пока мы можем констатировать одно следуя писаниям еще имел грех или нет значит поскольку он не имел греха он и не имел чувства вины за грех то есть не было осознания грехов он был безгрешен он знал что такое грех видя в общем-то людей которые его окружали он догадывался что это такое это понятно но в нем самом был грех осознание греха его собственного было нет спасибо вот пока на этом мы поставим точку это утверждение на котором мы поставим точку мы можем утверждать на основании писания что Ишуа не был грешником не имел греха следовательно не мог иметь осознание собственных грехов потому что у него их не было и подошел к погружению не имея греха вообще все точка все остальные подходили к обряду погружения в микве осознавая нужду в ритуальном очищении ритуальное очищение является следствием того что были совершены некие действия принесшие за собой осквернение и нужду в очищении Еханан который пришел погружать он говорит я вам приношу новую модель я иду еще на шаг дальше он говорит вам нужно осознать свои грехи и погрузиться для того чтобы получить что прощение грехов значит погружаемый приходя к погружению свидетельствовать о своем грехе осознании этого греха и погружаться с целью получения прощения греха это понятно приходит Ешуа Еханан ему говорит не буду я тебя погружать не буду и заодно объясняет почему говорит из нас двоих если кто-то должен кого-то погружать то это точно ты меня а не я говорит не буду этого делать сейчас мы к этому придем вчера там был вопрос по первой главе Евангелия от Иоанна 33 стихом я ничего не забыл нет нет все нормально хорошо я же обещал что я вспомню итак сейчас я закончу мысль а потом легко попробую ответить если у меня получится итак ясно он отказывает ему и тот кто имеет высшую власть и высший авторитет говорит делай что я тебе сказал да делай ты не понимаешь что но так надо сделать так нужно исполнить всякую праву ты не понимаешь делайте я говорю ладно хорошо это в другой раз а то меня сейчас опять будут обменять в отсутствии чувства юмора итак понятно модель другая принципиально пока на этом мы поставим точку окей продолжаем итак что там было написано тот человек который хорошо его знал ему говорит чего что не понял ну ты же не открыл то что все они читают все читают а ты как-то не в теме первая глава евангелия это иоанна 33 стих это ж ты сказал что он его хорошо знал ну читай извини 31 не 33 31 сори да ага так он его знал или не знал серьезный вопрос это мой вопрос это я спрашиваю ты перепутал все тут я вопрос задал я понял что удобно мне же вернуть мой же вопрос сам понимаю так что ты там хотел спросить я тебе сам спросил об этом поэтому отвечай итак давайте прочитаем этот отрывок что там сначала интересно все есть то все есть о котором я сказал угу за мной идет муж который стал перед меня потому что он будет перед меня я не знала да вообще постановка фразы ну удивительная да извините меня как он был прежде него это вы так понимаете прежде да но он родился на полгода позже послушайте мои хорошие вы читаете писание спустя почти две тысячи лет после того как эти события произошли вы находитесь в луне религии или вер которая признает Ишуа Мессией да вы хорошо знаете историю его жизни его страданий смерти его воскресений деяния апостола вы приняв Ишуа как своим личным господом и спасителем видели милость Божию и чудеса ваших жизнях в жизнях ваших братьев и сестер читали множество чудес которые Всевышний совершает в наши дни во имя сына его Ишуа Мессии для того чтобы Евангелие оно было подтверждено чудесами и знамениями и с имя Ишуа было прославлено сегодня Аминь А пацаны которые слушали вообще ничего не знали Ребята которые стояли вот там рядом с ним и он им говорил они вообще ничего не знали Они уже видели его в первый раз для них еще все эти события были извините меня далеко впереди Ишуа еще не начал даже своего служения потому что он начал служение после того как он вернулся из пустыни он не начал еще служение уже ничего не произошло а вы читаете преломляя через свое знание попробуйте прочитать учитывая состояние людей которым это все говорил платы горят вот вопрос что проблема заключается в ниже следующем есть определенное свидетельство жизни человека еще раз есть определенное свидетельство в жизни человека и когда есть свидетельство то вы уже считаетесь духовным авторитетом этого служителя на основании чего вы думаете что пришел неизвестный парень неизвестно откуда и начал проповедовать новое учение и вся страна иудейская как ломанулась к нему вы так считаете спасибо большое спасибо есть определенный авторитет откуда он берется духовный авторитет откуда он берется из жизни спасибо и жизнь послушайте этот мальчик родился не совсем простой семье получил совсем непростое пророчество для начала разговора вы в курсе делаешь что ну папа вышел и молчал и там написано что все догадались что он такое увидел и услышал после чего он решил молчать ну как бы вас удивило если бы ну один из служителей вашей общины вдруг замолчал долго не выходил а потом замолчал вас бы это удивило 9 месяцев он молчал а вы все говорили понятно что происходит это священник который молчит а вы все что делаете причем вам интересно что молчит ну представляете человек молчит знаете была песня видно лошадь знает что-то если так она молчит так вот он тоже что-то знал что он так молчал и проходит 9 месяцев ну вы догадываетесь с рождения ребенка вообще это праздник да и вдруг этот мужик заговорил Захария в смысле да когда только сказал имя сразу вообще все удивились что он начал говорить по большому счету привыкли к тому что он молчит за 9 месяцев мы уже привыкли к тому что он молчит вдруг заговорил после того как написал начал говорить а потом он начал что делать а вас вообще не удивило его пророчество зря вас не удивило его пророчество меня оно удивляет как вы думаете никто никому ничего не сказал про этого мальчика это они начали дальше говорить они не перестали они взволновались послушайте ребята пришло некое волнение весь этот процесс пришло некое волнение добавьте к этому события которые произошли немножко позже которые были с рождением Ешо связаны еще ряд пророчеств которые мы читали ряд событий печальных которые произошли как вы думаете вообще не привело ни в какое движение ну рождение Ешо приход волнков привел вообще весь Иерусалим пришел в движение написано избиение детей которое последовало за этим тоже осталось незамеченным да ага сильно замеченным послушайте это не связано с мессианскими ожиданиями никоим образом или связано связано послушайте представьте в наши дни нам говорят родился мессия ну мы то не поверим по идее он в пустыне был да только он в пустыне воспитывался он родился да его спрятали но жизнь этого мальчика воспитывающегося в пустыне носящего определенную одежду и питавшимся определенным образом произвела такие впечатления и когда этого мальчику исполнилось 30 лет и он стал в общем-то мужчиной который может говорить слово он начал свое служение но о нем знали до того как он начал потому что если бы не знали его свидетельства жизни никто бы к нему не пошел но этот парень в общем-то по закону приходил в храм его видели приходящим в храм его свидетельство было известно и только на основании этого он имел авторитет который мог заявить некоторым духовным вождям вы порождение и они в общем-то не могли сказать ты кто такой что ты нас решил убежать понятно да понятно и здесь происходит некоторая вещь он не допускает еще на основе ничего ну он говорит не допущаю если я если кто-то должен креститься то я от тебя а не ты от меня но при этом он заявляет о том что он его не знал несмотря на то что это как раз тот который стал впереди него хотя был несколько позже 15 стих он говорит нам о чем не 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 15 стих сначала прочитайте свидетельствует о нем да дальше что он свидетельствует дальше 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 Ибо закон дал члены мессии, благодать же истина, произошли через все. Дальше. Бога не видел никто никогда. Незинеродный сын, сущий, не древучий, не видел. Вообще. Ну, фантастика. Он уже и назвал его имени, и назвал его имести, и что он из неродных сын. Но он это узнал только на основании того, что он увидел, то есть эти события говорят о свидетельстве Яханана, которое он давал уже после погружения Ешо. Он указывает на него, а говорят о том, что это тот, о котором я уже говорил. Он свидетельствует не до того, а после того. и очень важные слова. Я не знал. Странно звучит. Вот некоторых это удивило. Понятно, что неплохо было бы поразмыслить, почему Еханан говорит о том, что он его не знал, но вместе с тем не допускал его до погружения. С одной стороны, когда он его не допускал до погружения, ясно, что он что-то уже знал. А с другой стороны, он говорит, что я не знал. Ну, простой вопрос. Чего он знал и чего он не знал? Я чуть-чуть-чуть. Спокойно. Подождите. Давайте спокойненько. У вас есть приблизительно пять минут для того, чтобы выработать версии, желательно совместные, так, чтобы не было много возгласов у нас в аудитории, а совместные версии того, чего он знал и чего он не знал. Итак, продолжаем. Понятно, что вопрос был достаточно легкий, да? Ну, все достаточно просто. Ихолан действительно знал жизнь Ишоа и свидетельства Ишоа, потому что они были, по крайней мере, родственники. И понятно, что на основании его свидетельства он и не допускал его к погружению. И абсолютно понятно, что до тех пор, пока не сошел Голубь, он не знал, что он Мессия. И здесь он говорит в этом месте, что он не знал, что он Мессия. До тех пор, пока он не увидел Голубь восходящего слышал. Это да. Все так и было, правильно? Вы имели именно такую версию, да? Нет, у меня была другая. Хорошо, не надо. Все, спасибо. Закончил. Запишешь ее. Я соглашусь выслушать ее на том основании, если вы считаете, что ваше более корректно, чем моя. Окей. Тогда мы не будем тратить время. Если вы захотите, вы потом расскажете, и мы с вами пообсуждаем это. Хорошо? Тут все понятно. Важная часть. Погружение Яханана было временного характера. Оно не было постоянным. Приблизительно оно длилось чуть больше, чем полгода. Далее смысл этого погружения закончился. Цель, для которого это погружение было дано, была достигнута. Откуда мы знаем, что она была достигнута через полгода? Это хорошее утверждение. Откуда мы знаем, что он пришел через полгода? А разница была полгода. Еще он начал служение будучи 30 лет, а разница между ними была в полгода. Отсюда мы знаем. И дальше мы знаем. Вопрос? Можно мне, пожалуйста, я прошу прощения, местописание. Вы утверждаете, что? А вот когда вы найдете, вы подойдете ко мне, откройте местописание, и тогда зададите вопрос, а не будете утверждать. Хорошо? Нет, еще раз. Прозвучало некое утверждение, не подтвержденное Писанием. Поэтому я прошу вас, пожалуйста, давайте мы будем поступать более корректно. Мы будем находить в перерывах места Писания, готовиться, подходить и задавать вопросы. Хорошо? Отлично. Итак, мы видим, что это погружение имело временный характер, и его служение начало уменьшаться. И его ученики ревновали. Я же сказал в перерыве искать. Я что-то не так сказал. Хорошо, да? Его ученики начали ревновать и говорить ему о том, что, в общем-то, нечто произошло с их служением. Вроде было все хорошо, все росло, а вот с приходом Ишуа, начал им служение Ишуа, их служение начало. На что Иханан сказал, ему должно расти, а мне умоляться. И говорит, я не центральная фигура в этом процессе. Я лишь явился для того, чтобы свидетельствовать о том, что это он. Вот и все. И поэтому на сегодняшний день нету этого погружения. Период его закончился и больше этого погружения нет. В Писании мы его видим. Да? Но, поскольку закончился период, для чего было дано это погружение, больше мы не возвращаемся к этому погружению. Понятно? Это понятно. Хорошо. Тогда если все здесь понятно, мы можем спокойно приступать еще к одному погружению. К какому по счету? Первое какое было? Второе? Твила. Третье? Так, четвертое? Нет. А мы ничего не говорили? А мы ничего больше не обсуждали? Ничего, вообще ничего. Больше. Ни одного погружения мы больше не обсуждали. Бритмила, это не погружение, это совсем другое. Еще раз. Погружение больше никого мы не обсуждали? как же мы внимательно служим? Бинго! Погружение еще! Сколько получилось? Мы обсуждали, мы говорили, что принципиально это погружение отличается от погружения тем, тем, что... Я же подробно объяснял. Сколько получилось? Четыре. Теперь мы обсуждаем, какое? Ну, видите. Как-то вы потеряли одно погружение. Да? Нашли? Итак, мы видим новое погружение, которое открыто нам только в Бритхадаша. До этого этого не было. и это то погружение, которое стартовало тогда. Да? Когда оно стартовало? Когда уже Новый Завет был. Абсолютно верно. Это погружение Нового Завета. Причем мы видим упоминание одновременно двух погружений. В Новом Завете, в Деянии, 19 глава, с 1 по 5 стих, мы видим одновременно упоминание сразу двух погружений. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес. Пожалуйста, в будущем, по крайней мере, откройте местописание, а потом задавайте вопрос. Не надо пытаться угадать. И, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Духа Святого у верового? Они же сказали ему, мы даже и не слышали, есть ли Дух Святой. Он сказал им, во что же вы Иоанн они отвечали в Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем. То есть, во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Духа Святого. Другими словами, Павел не был удовлетворен до 1 Петра 3 глава 21 стих. 1 Петра 3 глава 21 стих. Так и нас ныне подобное сему образу крещения не плотской нечистоты омытия. Другими словами, он говорит, что это погружение по образу не то же самое, что миква. Миква это что у нас? Какое? Очищение плотской нечистоты омытия. Не в смысле сходить в баню, а в смысле ритуального омовения. И он говорит, что этот образец не тот же, что и образец миквы, а нечто другое. Что это? обещание в другом переводе, который с моей стороны отражает события более точно, ответ Богу доброй совести. Еще раз. Не обещание, а ответ Богу доброй совести. Потому что ваша совесть стала какой? Доброй. Он единократным принешением соделал совершенных совести приходящих. И естественный ответ этой новой совести совершенной следовать тому повелению, которое ему дал Христос. То есть погружаться. Если вы считаете, что это ваше обещание, я ничего не имею против, этот смысл тоже здесь присутствует. Но здесь идет речь вот о чем. Что-то случилось с вашей совестью. И теперь ваша совесть, в общем-то, должна находиться в этом состоянии. Понятно, да? Колоссянам 2 глава 12 стих. «Был погреблены с ним в крещение, в нем вы совоскресли веру в силу Бога, который воскресил его из мертвых». колоссянам 2.12 «Быв погребены с ним в крещении». Очень хороший образ погребения. Меня он очень устраивает на самом деле. Потому что, судя по всему, есть простой физический процесс. и всегда он выглядит одинаково. Ну, бывают исключения из правил, но, в общем-то, эти исключения из правил ненормальные. Но это когда хоронят живых. Вы знаете, бывает такое, что людей хоронят живыми, заживыми. Ну, это ненормальная ситуация. А как выглядит нормальная ситуация? Сначала человек «Извините меня», что делает? А потом «Извините меня», его хоронят. Ну, такая последовательность. Некая последовательность. Когда вы рождаетесь свыше, ваш старый ветхий человек что делает? Умирает. Следовательно, за смертью должны последовать похорон. погружение логично. Ну, там так написано. Да. Да. Ну, так там написано. А потом вы с ним что? С воскресеньем. Вышли из воды. Хороший образец. Или хороший образ для понимания, что же произошло. Зачастую людей, когда спрашивают, что происходит во время водного погружения? Что происходит? Погребение. Ну, тогда должны быть, извините, перед этим что? Смерть. Когда он умер? Когда? Это вопрос. Когда умер ветхий человек? Когда он умер? При покаянии. При покаянии. Не? Не всегда. Отлично. Аргументируйте. Если не исключительно. Заставлять умирать или помогать ему умирать. Так почитайте себя мертвыми. Вы должны считать себя мертвыми для греха и живыми для Бога. Я очень люблю когда люди начинают джунглировать местами Писания. Меня просто интересует вы новое творение во Христе Иисусе или все же старое? Но вы же только что утверждали что не еще кроме нового немножечко старое. Вы же пытаетесь дискутировать со мной на тему утверждая что вы одновременно и новое и старое творение. Но когда люди себя считают одновременно живыми и мертвыми по-моему это шизофрения. Или как? Вы либо рождены для царства или еще нет. Давайте определимся. Или еще немножечко старое творение тоже. Это фильм мумия. На самом деле друзья мои не улыбайтесь не смейтесь это не повод для шуток потому что это представление и представление основано на вполне понятных фактах совершаемых нами в нашей жизни. Потому что некоторые утверждают что старая греховная природа она периодически вылазит. Но правда заключается не в этом. У вас есть плоть ваша. плод плод вы же когда стали новым творением во Христе Иисусе ваша плоть извините меня осталась при вас. Это понятно? Плоть осталась? Я надеюсь никто из вас ее убивать не собирается физически. Понятно да? Она присутствует. Но при всем при этом вы стали новым творением. Значит старая уже извините меня что закончилась? Или еще пребывает? Выражение можно сказать подразумевает два варианта. Можно сказать да а можно сказать нет. Вы определитесь. Это то во что мы верим. Мы можем верить так в соответствии с Писанием а можем верить в соответствии со своим извините представлением. Теперь нам нужно разобраться во что мы верим. Мы верим в то что говорит Писание или мы верим в то что говорит представление. Наше представление. Не основываясь при этом на Писании. Итак Писание говорит рожденное от плоти есть плоть. Рожденная Духа надлежит вам родиться свыше, чтобы вы стали новым творением во Христе Иисусе, созданным на добрые дела. Я закончу свою мысль. Вы стали принципиально новым творением, которое Бог сотворил для того, чтобы вы творили добрые дела. Цель творения понятна, природа понятна, и вы стали таким творением. Я вам, мне кажется, говорил о том, что человек, не рожденный свыше, может планировать грех, совершать его и получать удовольствие. Говорю? В то же время, я говорю, вы, как новое творение, можете планировать грех, можете даже его совершить. С удовольствием будут проблемы. Я прошу прощения, я прошу прощения. Мне кажется, что я говорил, что и у меня было падение. И я говорил, что когда я упал, я не получал удовольствия, а я ожидал суда от... То есть, вы хотите сказать, что вы его не ожидали? Ожидал. Ожидал. Так вы получали удовольствие или ожидали суд? И то и другое. Чистое, послушайте, нельзя быть немного беременным. Вы определитесь, пожалуйста. Я не понял, что в падении, что, где ветхий человек опять восписает? Который его похоронили? Который мумия. Мумия возвращается. Да, получается... Я прошу у вас прощения. Давайте не будем рождать по ходу теорию. Вы постарайтесь, если вам не тяжело, следить за моей мыслью, а не за своей. Так тяжело вам одновременно держать в голове и свою мысль, и мою. Понятно, окей. Я вам задаю вопрос. Вы ожидали суда? Да, любой... Отлично, бинго! А до этого, когда вы были неверующим, вы ожидали суда? Нет. Извините, вы не чувствуете разницу? Еще раз. Вы чувствуете разницу или нет? Вы были человеком, грешили себе и нормально себя при этом чувствовали. Потом нечто изменилось. Вы тот же человек, который грешит теми же самыми грехами, но при этом еще появляется новое чувство. Ожидание суда. Совесть всегда была у человека. Не надо этим заниматься. Итак, что-то изменилось в вашей природе? Или она старая? Если бы она была старая, то вы бы суда не ожидали. Но поскольку она новая, что вы ожидаете? Суд. Из-за чего вы ожидаете суд? Из-за новой природы, которую вы получили. Если бы вы вернулись к старой природе, ожиданий суда нет. Раньше же не было. Понятно, о чем мы говорим? Послушайте, это фундаментальные истины. Они не очень простые. Потому что человек сталкивается с тем, что он переживал раньше. Но не обращает на новые чувства, которые есть в его душе, которые раньше тому творению не были присущи вообще в принципе. Потому что вы новое творение, созданное на добрые дела. И когда вы не творите добрые дела, приходит что? Чувство? Суда. Почему оно приходит? Потому что вы новое творение. Если бы вы были старым творением, или вернулись в старое состояние, вам ничего не мучило. Понятно, о чем я говорю? Понятно, почему нельзя быть одновременно и старым, и новым. Вы либо старые, либо новые. Нету такого, что вы родились, потом умерли, потом опять родились, потом опять умерли, потом опять родились, согрешили, умерли, покаялись, воскресли. Опять согрешили, опять умерли. Потом опять покаялись, опять воскресли. Нету такого процесса. Вы уже родились, все, вы родились для Царствия Божия, вы новое творение, которое должно совершить свое спасение. Почему вы грешите? Это ваш свободный выбор, это ваш выбор, вашей волей. Писание вам говорит, не грешите, от сердца станьте послушными тому образу учения, которому вы себя, что, сами предали. Вы так сказали, я буду вот таким, ну так и будьте таким, Бог дал вам силы быть таким. И мне некого винить, кроме себя, за то, что я стал отступником. Я не задаю себе вопрос, слушай, а вообще, куда ты смотрел, что я стал отступником? Что такое, я не понял. Я новое творение или нет, ты куда смотришь? Нет, ему никаких претензий. Никому никаких претензий? А откуда же ты давал вопрос? Вопрос звучит оттуда, чтобы снять с себя ответственность. Нет. Почему человек грешит? Потому что он выбирает грешить. Нет, однозначно сам виноват. Просто мне говорили, что ты не был, значит, рожден, или не был верующим, раз ты отступил. Согласен. Есть такая теория, рожденный от Бога не грешит. Опять, рожденный от Бога не получает удовольствие от греха. Вопрос. Вы получали удовольствие или оставалось страшное ожидание суда? Оставалось что? Значит, вы что были? Рожденный от Бога. Понятно? Очень важно не воровать контекст, стих из контекста. Важно понимание того, что там написано. Рожденный от Бога не грешит и получает удовольствие. Он грешит и ожидает суда. Это есть такая теория, что если человек не спасся, то значит, он не был рожден. Нет, это не совсем так. Мы сейчас не сможем в рамках этого класса разбирать эту теорию. Просто я говорю, свидетельством того, что вы были рождены свыше, является ваше ожидание суда. Вот на основании чего мы можем судить в вашем духовном рождении. И милость Божья и вас, и меня привела обратно к Нему, в общину, к покаянию, к восстановлению и служению Ему. Аминь. Понятно, да? Все понятно? Да. Были рождены? Да. Yes. Разобрались немного? Послушайте, вопрос очень непростой. Если вам все было так очевидно, поверьте, далеко не всем все так ясно и очевидно. Спасибо, на самом деле, за вашу честность, открытость, и что мы могли пообщаться с вами о нашем прошлом отступничестве и поделиться своим свидетельством, которое мы имели. Ожидание суда. Понятно, да? Ну, я думаю, что мы по-разному грешили. Но ожидание было одно. И суд был бы один. Наказание за грех, смерть, дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. Понятно, да? Здесь все понятно? Окей. Итак, мы имеем теперь образец новозаветнего погружения, в котором погружаемый приходит к погружению без осознания греха. Почему? Потому что он является новым творением во Христе Иисусе, в Ешоа Мессии, созданным на добрые дела. И погружение является ответом доброй совести на дело, совершенное Ешоа в вашей совести, в вашей душе. Ешоа пришел уже в вашу совесть. Единократным приношением соделал вас в совершенными в вашей совести. Совершенными – это такими, которые не знают чего? Греха. Потому что он искупил вас от всех ваших грехов. Он оправдал вас, вменил вам свою праведность. Вменение – это юридический термин, когда вас признают невиновным. Когда не отрицают соделанного вами поступком, а признают вас при этом невиновным. Вам вменили, извините, оправдание или осуждение? Не оправдание. Еще раз, я прошу прощения. Вам вменили оправдание или осуждение? Откуда же вы чувствуете, что вас обвинили в чем-то? Не-не, я просто так сказал. Я просто, проходя мимо, сзади услышал. Не надо было слушать. Хорошо. Окей. Итак, вам вменили праведность. Вам не вменили вину. Меня в данном случае интересовало понимание. Некоторые люди считают, что у Бога амнезия. Что после вашего покаяния он забыл все, что вы сделали. И решил на основании своей забывчивости вас простить. Понятно, да? Ну, некоторые люди имеют такое представление странное достаточно. Когда написано, что он больше не вспомнит, это не значит, что он забыл. Это значит, что он вам больше не будет напоминать этого. Понятно, да? Бог не страдает амнезией. Итак, вменить – это не значит отрицать соделанное. Вменить оправдание – это не значит отрицать то, что произошло в прошлом. Это, зная, что произошло, оправдать вас. Очень просто. До сегодняшнего дня мы знаем, когда судьи используют оправдательный приговор. К примеру, один человек убил другого человека. Это преступление? Конечно. Должно последовать наказание? Должно последовать наказание? А судья оправдывает данного человека. Дальше не будет наказание. А? То есть, оправдали или будет наказание? Не будет наказание. Но это значит, что он не совершал этого? Нет. Нет. Но его оправдали. Да. Ну, вот мой товарищ сбил человека насмерть. Он ехал с разрешенной скоростью. Человек через разделительный барьер между двумя полосами прыгнул на ту полосу, где он ехал. У него не было ни одного шанса его не сбить. Ну, просто ни одного. Он ехал с разрешенной скоростью. Но когда за пять метров до вас прыгает человек, у вас нету невозможности ни свернуть в сторону, ни затормозить. Ничего нету. Он сбил его. А то человек умер. Умер. И установлена экспертиза, что этот человек был в нетрезвом состоянии. Что, ну, этот человек, который ехал, не мог ничего сделать для того, чтобы избежать этого столкновения. Судья что сделал? Ну, это что значит? Судья сказал, что он его не убивал? Нет. Ну, еще раз. Он сказал, что он его не убивал? Нет. Убийство, но не предумышленное. Не важно, какое это убийство. Главное, что имел факт убийства. Еще раз. Оправдание не отменяет событий. Не отрицает событий в прошлом. Я об этом сейчас говорю. Больше ни о чем. Меня не интересует умышленное, предумышленное. Меня интересует простой вещь. Оправдание не отменяет событий, которые были. Оправдание не отрицает событий, которые были. Оправдание не говорит. Нет, этого не было. Понятно, о чем это говорит? Когда Всевышний оправдал вас, он не сказал, что они ничего не делали. Нет. Он говорит, эти люди были преступниками. Но их искупили. За их преступления заплачена цена. Он не отрицает ваших преступлений. Понятно, о чем идет речь? Он не отрицает того, что вы сделали. Он оправдывает вас и делает вас совершенными в совести, стирая осознание грехов. И в таком состоянии вы приходите к моменту водного погружения. Вот состояние, в котором вы приходите к водному погружению. Без осознания вины за совершенные грехи в прошлом. Не с отрицанием совершенных грехов, а будучи оправданным, несмотря на то, что вы совершили. Понятно, где всплывает образец погружения Ешо. И он говорит, послушайте, вы должны погружаться так, как погрузился я. Я оставил вам образец погружения. И понятно, что когда приходит апостол Павел, Реба Шеуль, и говорит, во что вы погружались? Говорит, погружались в погружение для прощения грехов. Не, не, говорит, есть другой образец, которым надлежит вам погрузиться. Другой образец. Вы знаете только часть правды. Вам надо покаяться и погрузиться во имя Ешо Мессии. Понятно? Понятно почему? Потому что другой смысл. И вы должны понимать, что является центром в погружении веропогружаемого. Потому что веропогружаемого производит в конечном счете результат, получаемый в погружении. Вера погружаемого в конечном счете производит результат, получаемый в погружении. Если вы погружались в рамках Синайского завета, производит результат, получаемый погружаемым, в результате погружения. Вера погружаемого и результат, получаемый погружаемым. Это не вера тех людей, которые вас погружают. А вера того человека, который погружается. Если вы были верующим Синайского завета и погружались в мику для очищения ритуального, то вы в результате по вере вашей получали ритуальное очищение, ритуальную чистоту. Если вы, будучи иудеем во времена проповеди Еханана, погружались в крещение или погружение покаяния для прощения грехов, что вы получали по вере вашей? Прощение грехов. Если вы верующий Брит Хадаша и погружаетесь в погружение Брит Хадаша, то вы что делаете? Провозглашаете свою веру. Вы погружаетесь, хороните своего ветхого человека, который уже не воскреснет. Вы уже закопали, все нормально. Постучали ногой, все, прибили там землю. И совоскресли со Христом для новой жизни. Все, мумия не вернется. Вы ее похоронили, забыли. Вы совоскресли со Христом. По вашей, извините меня, вере. Итак, ритуал один и тот же, результат различный. В зависимости от веры погружаемого. Итак, когда мы вступаем в завет с Творцом? В момент нашего покаяния. Мы можем сказать, что он совершает в этот момент обрезание нашего сердца. И на нашем сердце есть знак чего? Завета. Точно так же, как у верующих из язычников был знак завета на теле в результате Брит Милуи. Но и этого было недостаточно. Точно так же, в Новом Завете, имея знак обрезания на сердце, вам необходимо публичное заявление вашей веры. И оно происходит в вашем послушании словам Ешуа, который повелел вам погрузиться. Понятно, да? Почему я, в общем-то, как мне казалось, не случайно вспоминал Твилу Синайского завета? Чтобы провести ту же самую параллель. Знак завета есть, но есть требование публичного подтверждения ранее принятого решения о вступлении в завет. Различные деноминации устанавливают различные сроки, которые разделяют погружаемого от момента его покаяния до погружения. Это вероучение, в общем-то, различное в каждой церкви своем. И я не обсуждал бы это, потому что это входит в рамки вероучения. Каждая община может, в общем-то, выдвигать свои требования к погружаемому. Мы можем сказать, что в новоапостольской церкви, судя по всему, не было большого расстояния между покаянием и погружением. Но также история церкви говорит, что было достаточно иногда большое расстояние между оглашением и покаянием. Существовало такое понятие, как оглашенное. То есть люди тем, которым огласили или сказали Евангелие, но не дали возможности произнести молитву покаяния. Они назывались, такие люди, оглашенным. Это было связано с той обстановкой, которая была в первоапостольской церкви. Когда верующий подвергался смерти за свою веру. В связи с тем, что верующие первоапостольской церкви не хотели, чтобы новообращенные отрекались из-за страха перед смертью, то они не разрешали произносить молитву покаяния, если не были уверены, что человек готов умереть за свою веру. Ну, была такая практика в первоапостольской церкви, которая называлась, в общем-то, оглашение. То есть вам оглашали Евангелие, но вы говорили, вам нужно немного подождать, пока мы убедимся в том, что вы действительно готовы стать и умереть, стать христианином и умереть за вашу веру. Но когда человек произносил молитву, то, в общем-то, уже можно было тут же его верстить. К сожалению, проповедь Евангелия стала достаточно простой и доступной. К сожалению, ценность Евангелия в последнее время, в общем-то, нивелировалась. И поэтому люди, достаточно легко, не понимая о том, во что же они, конечно, верят, какие последствия на их жизнь накладывает их вероисповедание, какой жизнью они должны жить после вероисповедания, не осознавая до конца важности водного погружения, проходят все эти обряды и потом уходят. Чтобы предотвратить подобные вещи, в определенных церквях существует правило, кому преподается водное погружение, кому не спешат преподать водное погружение. Понятно, да? Понятно? Завтра мы еще немного будем говорить о части требований к верующему относительно водного погружения. И я думаю, что завтра мы успеем с вами закончить тему водных погружений и перейти к погружению в Руаха Кодыш или крещению в Дух Святой. Точно интересно? А это было неинтересно. И это интересно. Хорошо. Спасибо большое за ваш интерес. Вам спасибо. Друзья мои, вопросы есть на сегодняшний момент? Все хорошо. Все хорошо или все понятно? Все понятно. Очень приедем. Хорошо. Я рад, что вы все поняли. Засим, я думаю, что мы можем заканчивать сегодняшний блог. Завтра мы заканчиваем водное погружение и приступаем к погружению в Дух Святой.